Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Так что давайте быстренько пробежимся, посмотрим, что за обновление, и оно ежегодное, так что многие его уже знают. Поэтому седлаем своих коней и... поехали! Что же в этом обновлении нам добавили? Ничего интересного, если вы уже играете больше года. Нам добавили поездку к красной нити. Что же за поездка, если вы не в курсе? Это поездка для вас и ваших друзей. Начинается она вот здесь, вот недалеко от самого Фергрови. Если вы никогда не приходили к поездку к красной нити, то наверняка у вас должна быть желтенькая заданица. Если вы его здесь не видите, проверьте уведомлялки, точнее фильтры карты, а также можете открыть свои доступные задания. Да, у меня очень много заданий на репутацию, и проверить наличие этого задания здесь. Но у меня этого задания нету, так как в прошлом году, а то и даже уже как два, наверное, года назад я все это выполняла. Поэтому у меня ничего такого нету. Здесь у вас давным-давно появился такая милая локация, где вы можете приехать и посидеть со своими друзьями. А потом, оседлав своих верных лошадок, поехать по поездке к красной нити. Ну, здесь также у нас есть официальная поездка к красной нити, а также можно просто поехаться без этой поездки. Но суть такова, что если вы поедете именно по этому официальному алгоритму маршрута, то вы сможете увидеть много чего интересного, вплоть как нам заверяют разработчики до НЛО. Давайте почитаем. Поездка по маршруту к красной нити. Это весенняя традиция празднования новых взаимоотношений на Юрвике. Все участники получают кусок красной веревочки, которую нужно завязать в конце пути. По легенде, если завязать красную веревочку вместе с тем, кто тебе дорог, то ваша связь будет вечной. И не важно, друзья вы или лошадь и наездник. Завершение этого маршрута будет давать твоей лошади 100 очков XP в день. Ты можешь проходить маршрут сколько угодно раз, но лошадь будет получать опыт только за первый раз в день. Так как волшебный ветер у меня еще в... скажем так... Находится на этапе прокачки. Мы, разумеется, начнем поездку. Ну и так как я поеду одна, опыт достанется только мне и моей лошади. Так, тут какая-то мелодия началась. Ну ладно, я надеюсь, я камеру приблизила не слишком сильно и мне это мешать не будет. Потому что я как-то подумала и решила, что вот в таком приближенном виде все будет вам хорошо видно. Так, только не лагай, пожалуйста. Только не лагай. Пока мы едем по маршруту, вбук будут загораться факелы, которые расположены вдоль всей тропинки. Это как некое обозначение того, что мы продвигаемся по маршруту. В прошлом году мы встречали здесь Лизу, Алекс, Ранью, по-моему. В этом году все то же самое, только слегка видоизмененно. Так, пожалуй, мне нужно исправить одну вещь. Я закрыла всевозможные приложения и теперь мне ничего не должно лагать. Давайте прокатимся, наверное, здесь. Здесь еще у нас маленькие лисички разные, грибочки. Так. Привет, Дарья, едем тебе по маршруту? Не против, если мы со Старшайном присоединился? Да, идем со мной. Отлично, поехали. А, нет, все нормально, все нормально. Все нормально. Я уже думала, сейчас будет веселая поездка и мне не захочется ее продолжать. сегодня нас будет сопровождать алекс о и боже мой ребят я забыл я забыл раньше когда они были старого облика я спокойно запоминала именно не стыдно лиза 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 петерс сегодня с нами едет старщайн и лиза давайте немножечко ускоримся прошлом году здесь по моему были камни которые падали со скалы но сейчас их нету и так же вы можете пока катаетесь насладиться красивыми пейзажами на весь юрвик учитывая то что сейчас вы спокойно можете посмотреть долину зискоса на тебя смотрит когда ты проходишь мимо си просто так одна здесь ребята это загадочная загадочные то что тут лошадь в горах а то что именно зи 1 здесь спускается с гор явно что-то что-то было что-то было задумано и что-то очень неладное вот кстати помните те времена когда даже залез я не знаю забрала забравшись на самую высокую гору не не было видно долины поездка по маршруту эта традиция новых начинаний вот почему она весенние в это время в это время года жизнь возвращается на юрвик и каждый может начать все с чистого листа а ты планируешь какие-нибудь начинания дарья о да да лиза на самом деле я планирую но не то что новые начинания но действительно уже сегодня я думал о том какие у меня планы на весь этот год учебный правда ну наконец 21 и на и на весь 22 год какие я хочу покупки сделать вообще что мне хочется вот и я думала кстати да создать себе распечатку или виртуально ну фотошопе здесь отредактировать обои на которых на которых были бы изображены все мои пожелания все хотелки на будущий год которые бы я хотела осуществить неважно будет ли это развитие навыков покупки какие-нибудь ну или что-то в этом роде у меня есть этот песенок я до сих пор когда его вижу очень сильно радусь почему я становиться а типа мы наверное можем его гладить если следим с лошади а еще только что видела волков да вон один волк ходит он даже не а нет он рычит и воет и он побежал на нас что ли он побежал нас так больше в техасе весна наступает моментально и глаза моргнуть не успеешь а здесь на юрвике она приходит совсем по-другому это медленный процесс где у каждого росточка есть достаточно времени чтобы вырасти да вот так вот мы потихонечку и узнаем еще о тех местах в которых росла лиза на ее родине техасе я же не однако примеру очень сильно ожидаю чтобы в star stable добавили вот в этой локации что-то вроде степей степели пустыни потому что вот тут то луга поля которые кстати напоминают долину из мультика спирит непокорный вот только нету никакого пруда хотя мне кажется вот это вот это какой-то водоем было бы классно было бы классно чтобы это было какая-то классная большая долина но я бы еще хотела и степи как спирите или как в мультике ой не в мультике а в игре барби приключения на ранчо в поисках лаки там тоже помните каньоны степ но иными словами локацию из red dead redemption в которой степи пустыни каньоны вот это вот вот этого в ссс не хватает тут развита ковбойская тематика есть ковбойские породы амуниция шляпы штаны даже есть кстати таких классных штанов по моему нету даже в реддейде а у нас они есть поэтому было бы клёво иметь такую локацию мне кажется раньше подъем в этой области был гораздо круче но самая удивительная красота этого места возможно я так увлеклась ее созерцание в прошлый раз что наверное запомни неверно запомнила детали все возможно так разработчики писали про нло точнее они говорят что возможно здесь встретить все что угодно кого угодно может быть даже нло где моё нло я бы хотела его здесь встретить и так мы пока доехали до вершины надо повязать ленточку ленточка находится автоматически у нас рюкзаке мы просто перетаскиваем вяжем да и нам это автоматически засчитывают что мы теперь будем на веки вечные не разруют неразлучны с волшебным ветром я не против я надеюсь в эту игру никогда не добавит старость и не дай бог конец лошадям то что это будет нечестно это будет нечестно это будет плохо мне это не нравится я этого не хочу так что по поводу поездки красной нити здесь все причем как видите факелы они горят но при приближении они снова тухнут и моментально загораются пока я катаюсь здесь в области в надежде что-нибудь найти я хочу порассуждать о том что будет на следующей неделе ребята она следующей неделе нам уже добавят очень как желанных всем моим клубом я думаю магических магических фризов драконов и это лошадь никак никак никакая другая идеально подходит для нашего клуба восточные драконы миры и у меня он несколько уже есть идеи мыслить того как использовать времяпрепровождение с этой лошадкой какие видео фотоматериалы можно будет делать так чтобы она была каким-то образом связана с нашим клубом и опять же за идею спасибо каролине роу стрим которые периодически выдает просто гениальные какие-то идеи которые в итоге воплощаются в жизнь ну точнее в игре но воплощаются и это прям очень очень сильный такой пинок и я хочу с ними так мне показалось какая музыка была связать наш клуб ну можно сказать даже как бы немножко сделать клубной лошадью но не обязательной но я думаю это было бы классно а еще классно будет если когда-нибудь сделают таких же магических фризов драконов только синего желтого в общем черного белого красного черта ну разных чешуйчатых оттенков это было бы просто волшебно это то что ждет нас на следующей неделе а вот через неделю будет по моему самая страшная вещь для моего клуба будет обновление манежа а так как кто не в курсе у нас 29 числа мы решили проводить внутри клубные соревнования с денежным призом это будет ох как очень волнующее потому что неизвестно сохраняться ли масштабы манежа его габариты местоположение я имею ввиду относительно букв я не знаю как в общем мы надеемся что изменения будут классные мощные но не столь кардинальные которые не повлияют или повлияет но не сильно на схему для нашей соревновательной езды в общем мы очень ждем обновление также манежи и держим кулачки чтобы изменения не помешали нам в практике нашей соревновательной езды и чтобы моим ребятам не пришлось всю эту езду учить абсолютно с нуля заново согласитесь когда вам дают езду за два месяца до соревнований и вы вроде как начинаете и учить и даже уже выучили все прекрасно осталось только подкорректировать какие-то мелочи типа вальтов или там серпантина а тут за недели две до начала соревнований или за неделю я не помню по моему там за полторы недели до соревнований будет обновление манежа и вам дается такой короткий срок на то чтобы переучить себя в плане ориентирования на этом манеже так что одновременно ждем и очень сильно боимся а на этом обновление подошло концу и уже успели поговорить о том что ждет нас следующих обновлениях так что на этом все и я с вами прощаюсь не забудьте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам и до встречи в следующих видео и хороших вам вечеров до встречи в следующих видео и